Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Стратегически важное решение. Город с рабочим визитом посетил министра юстиции. Затронули вопросы краткого подведения итогов. Какие поставлены задачи? Под разными предлогами предприниматель обонул знакомых на 175 тысяч рублей. Спустя некоторое время должник перестал выходить на связь. Куда спускал деньги? Настоящее будущее. В Бавруйск по распределению прибыли 519 молодых специалистов. Сюда попал после леса технического колледжа. Как устроились? А также противостояние новым потрясениям, единый день голосования и четвертый месяц лета. В Беларуси начнется резкое похолодание. Когда? Президент принял копию верительных грамот послов 11 стран. Обращаясь к дипломатам Анголы, Венгрии, Египта, Зимбабве, Иордании, Казахстана, Колумбии, экваториальной Гвинеи, Уганды, Камбоджи и Филиппин, Александр Лукашенко призывал их сообща противостоять западным ограничениям. Белорусский лидер подчеркнул, присутствующие во дворце независимости представляют государства, которые неоднократно испытывали на себе такого рода давление. Наша республика также столкнулась с несправедливой западной политикой. Вы приступаете к выполнению своей миссии в очень непростой период. Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим, как бы кому-то не хотелось иначе. Сейчас выстраивается новый мир, на мой взгляд, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех, а не избранных государств на принципах уважения и партнерства. В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Минск постоянно проводил очень ответственную внешнюю политику. Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. Александр Лукашенко отметил, все устали постоянно ждать милости из океана, поэтому сейчас активно формируется новая система расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. Эти темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. От развития бизнеса до дорогостоящего лечения жены предприниматель обманул знакомых на 175 тысяч рублей. С января по май 30-летний житель Кличева одалживал у приятеля изначально небольшие суммы, но постепенно его запросы росли, а поводы взять в долг становились все более убедительными. Деньги мужчина брал как в национальной, так и в иностранной валюте. На деле же большую часть денег мужчина спускал в онлайн-казино и ставках на спорт. Спустя некоторое время должник перестал выходить на связь, после чего обманутые граждане обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Все должно работать как часы. Бобруйск посетил министр юстиции. Сергей Хоменко встретился с трудовыми коллективами ведомства, чтобы подвести итоги проделанной работы и обозначить перспективы на будущее. Среди положительного показателей истребованных средств, которые внесены за этот год органами принудительного исполнения, превышают прошлогодние на 30-40%. Основной посыл для юристов, адвокатов, сотрудников ЗАГСа и архива – внимательное отношение к людям. Халатность и грубость недопустимы. Мы поговорили о той тематике, которая была предусмотрена, затронули вопросы краткого подведения итогов. И вместе с тем, конечно же, были поставлены общие задачи, которые касаются всех структурных подразделений. Качество работы должно быть на уровне, людей обижать нельзя, люди должны быть выслушаны, приняты и все возможное, что в наших силах, сделано. Основные тезисы, которые касательно продовольственной безопасности, экономической безопасности были обозначены, мы из них также свое определенное зерно и выводы сделали. Во время визита министр юстиции на деле ознакомился с работой службы «Одно окно» в Павруйском горосполкоме. С июля этого года рабочие места сотрудников обеспечены специальным программным комплексом, а также считывателями ID-карт, что позволяет ускорить прием обращений. С января сюда обратились более 17 800 человек. Отечественная продукция, средняя зарплата и общественная безопасность. В стране запрещено использовать беспилотники физлицам. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране продолжается масштабная подготовка к электоральной кампании. Согласно новой редакции Конституции, в феврале 2024 пройдет единый день голосования. Белорусы сразу будут выбирать депутатов всех уровней – от сельских советов, районных, городских до палаты представителей. В составе избирательных комиссий планируют задействовать около 70 тысяч человек. Всего 110 округов. Белорусы в межсезонье будут обеспечены своими огурцами на 100%. Зависимость от импортных поставок сохраняется пока еще по томатам. Отечественных помидоров на рынке зимой предоставят не более 30% от потребности. Однако к 2027 долю доведут до 80. Поэтапно увеличится и ассортимент своих овощей из закрытого грунта. Сейчас идет закладка стаб-фондов, особое внимание – за хранение яблок. Средняя зарплата белорусов снова выросла. В масштабах всей страны это 1962 рубля за август. В июле было на 30 меньше. Традиционно больше всего получают в Минске – более 2,5 тысяч. Лидерам по видам экономической деятельности остается информация и связь. В среднем там зарабатывают 5000 рублей. Далее идут работники строительства, финансовой и страховой деятельности. В стране запрещено использовать беспилотники физлицам. Ввозить, хранить, изготавливать и применять дроны, коптеры и авиамодели теперь могут только организации и ИП. При этом должны быть соблюдены все требования. Для ввоза необходимо получить разрешение у Департамента по авиации, Минтранспорта и коммуникации, которыми будет организован учет таких аппаратов. Документ направлен на обеспечение общественной безопасности. В Беларуси с 1 октября начнется резкое похолодание. Сентябрь на редкость был теплым и сухим. В субботу через территорию нашей страны ожидается смещение атмосферного фронта Западной Европы, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. Поэтому уже в воскресенье температура воздуха понизится. Столбик термометра максимально покажет 17 выше нуля. Прогнозируется дождь. С выше 53 тысяч молодых специалистов пополнили коллективы организаций и предприятий страны. Среди тех, кто распределен, около 16,5 тысяч выпускников и вузов. В Бобруськ приехали 519 человек. Как их приняли на первом рабочем месте, давайте посмотрим. Вкусная работа. Раньше экс-студентка торгово-экономического колледжа даже не подозревала, насколько аппетитным будет ее будущее. Екатерина Гусарова уже вовсю выпекает для горжан растягай и смаженки. Дружный коллектив и оборудованное рабочее место позволяют открыть для молодых поваров все прелести этой профессии. Закончила 11 классов. Было много выборов, куда поступить. Но я поступила в Бобруський экономический торговый колледж. Мне эта профессия понравилась очень. Конструктор для взрослых Владимир Фомин нашел себя в ритме станков и приятного запаха деревом. Парень из Гомельской области сам решил выбрать местное учреждение образования в качестве своего жизненного трамплина и карьерного роста. Сейчас молодой специалист оттачивает свои профессиональные навыки и усердно трудится в мебельном цеху. Сюда попал после леста технического колледжа. Отучился на 2,7, отучился на технико-технолога, а по распределению поступил на фондор. Коллектив хорош сам по себе, помогает очень сильно. Целилась и не промахнулась. Таких специалистов, как Дарья Шахова, сложно отыскать. Она с удовольствием занимается чертежами, замерами, обработкой данных на заводе КПД. Человек с удивительным энтузиазмом и кропотливостью верен своему делу. Учится и практикуется для того, чтобы совершенствоваться и приносить пользу обществу. Попала на завод с помощью отработки. Пришла по направлению. На данный момент я должна отработать два года. Училась в Бобруске, в государственном колледже имени Айеларина. На специальности, по которой сейчас работаю, технико-технолог деревообливающих производств. В Беларуси созданы все условия для достойного и успешного обучения студентов. От комфортного проживания и сципендий до трудоустройства и карьерного роста. От молодых специалистов, а их в этом году в Бобруйске полтысячи, требуется лишь преданность своему делу, ответственность и энтузиазм. Ольга Васенда, Никита Александров, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Комфорт и безопасность. В Бобруйске устанавливают дорожные сферические зеркала. Одно из таких появилось на выезде с прилегающей территорией у второй школы на социалистическую. На опасных участках и перекрестках с ограниченной видимостью устройства помогают избежать аварий, так как увеличивают обзор и позволяют водителю контролировать слепые зоны. Такое же зеркало установили на Октябрьской 151А. Есть, к слову, и другие нововведения. В настоящее время действие дорожных знаков «Въезд запрещен», установленных на перекрестках улиц Бахарова и Советская и улиц Пушкина и Карломаркса, распространяется на период времени с 6 утра до 21 вечера, когда увеличена интенсивность движения пешеходов и общественного транспорта. С 21 вечера до 6 утра движение по улицам Пушкина и Советская разрешено в обоих направлениях. Кроме того, в городе продолжаются ремонтные работы. На Пролетарской напротив больницы имени Марзона обновили парковку. До этого здесь заменили дорожное покрытие. Для комфорта пешеходов уложили тротуарную плитку. Вскоре нанесут и разметку. Всего в этом сезоне специалисты планируют отремонтировать 157 тысяч квадратных метров улично-дорожные сети. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин